Вор в законе Гули коронациями пополняет свою армию для предстоящей войны. Таким образом он готовится к конфликту с Бадрику Таискин. Возвращение Надиром Салифовым, Гули, воровского титула Арману Джаниняну, Арман Калужский, означает его подготовку к затяжному конфликту с другими влиятельными законниками. Возвращение в семью потерявшего еще 20 лет назад титул Джаниняна произошло еще в конце августа при поддержке законников Атарито Атачи, Батя, и Юра Усаяна, и Юра Лазаревский. В свое время у Армана Калужского произошел конфликт с ныне покойным Маисом Карапетином и тот его развенчал. Последние несколько лет Джанинин живет в Турции, где до недавних пор проживал и сам Гули. В лице Армана Калужского Салифов видит сильного союзника, Много лет авторитет контролировал Тверскую и Калужскую области даже несмотря на отсутствие воровского титула. А новые авторитетные члены его команды Гули нужны в связи с обострившимся конфликтом с вором в законе Бадри Кагуашвили, который начался из-за приближенного к Гули авторитета, Арманом Джумагильдивом, Дикий Арман. Тот избил потомственного законника Гурама Чихладзе, Квежоевич, пришедшего на встречу с Гули. Кагуашвили после этого заявил, что так как Салифов позволил не вору в законе поднять руку на законника, то сам больше не может называться вором. По мнению некоторых экспертов противостояние двух столь авторитетных воров может достичь такого накала при котором в живых останется только один из них. По некоторым данным оппоненты Гули в настоящий момент ищут киллера для его устранения, а сам он переехал в Катар. Уважаемые читатели, помогите увидеть этот пост большему количеству читателей. Ведь если его не лайкают и не пишут комментарии, алгоритм прекратит показы. А мне очень хочется, чтобы то, что мы и пишем для вас, до вас доходило, спасибо. И не забывайте подписываться на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok